В Наринмаре вовсю готовится к 8 марта. В городском тепличном комбинате «Солнышко» уже собирают тюльпаны. Все они имеют голландские корни, а это значит высокое качество и стойкость не менее 10 дней. Луковицы были высажены в грунт еще в октябре с таким расчетом, чтобы к концу февраля бутоны начали наливаться и окрашиваться. И вот оно, великолепие разноцветия, от белых до ярко-розовых. Но самыми популярными по наблюдению работниц комбината сегодня являются желтые тюльпаны. Первые годы, когда у нас появился желтый тюльпан, говорили мужчины, ой, подумает, значит, тот, кто будет получать этот цвет разлуки. А сейчас все понимают, что это цвет солнца, радости. И мужчины даже просят, мне, пожалуйста, желтеньких. А в Вельске все еще горячо обсуждают праздничную акцию, которую впервые провели к мужскому празднику. Пригласили семьи, родители с детьми. И предложили им вместе построить и раскрасить кормушки для птиц. Общее времяпровождение, творчество и состязательность понравились каждому участнику незатейливого мероприятия. В доброе дело внес свою лепту и известный земляк Вельчан, спикер Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов. Мне кажется, что птички прилетят в мой славярши. Ну, что им понравилось? Трудно делать? Не очень. Но зато весело. Зимние забавы все еще в тренде в Велиготском районе. Там прошло первенство Архангельской области по лыжным гонкам среди девушек и юношей 2003-2004 года. Соревнования были комплексными, продолжались два дня. За это время лыжники показали свой классический и свободный стиль в индивидуальной гонке. Девушки на 2,3 километра, юноши на 3,5. А затем преодолели испытания эстафетой. Сегодня я приехала первая. Мне очень нравятся здесь гонки. Все хорошо всегда проводят. В Новодвинске наступление календарной весны отметили праздником кошек. Оказывается, есть такая дата. И о ней всегда помнят в семье Кристины Карельской. Там живут чистокровные британцы. Пятеро взрослых, три юниора и непосчитанные котята. В квартире они заняли всю прихожую. Самое любимое место отдыха – гамаки. Коты более ласковые, более общительные. То есть они как собачки будут за вами ходить в комнаты. Одни сидеть не будут. Им очень нравится общество, компания. В Котласе городской суд принял просмотрение уголовное дело в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в невыплате зарплаты работникам на сумму около 3 миллионов рублей. Речь идет о 38-летнем директоре Вологодского подразделения регионального центра птицеводства. В 2015 году на площадях Котласской птицефабрики он пытался вести производственную деятельность. Но дело провалилось, а с людьми до сих пор не рассчитались. Сегодня, кстати, на птицефабрике новый собственник из Ухты. А в городе Корабелов прошел 29-й турнир по боксу в памяти основателя Северодвинской школы бокса Валерия Власова и участника финала спартакиады СССР Владимира Чеплинского. Это были чемпионат и первенство Архангельской области. 135 бойцов в четырех возрастных группах. Главный судья соревнований – заслуженный мастер спорта, побеждавший некогда Роя Джонса-младшего, а ныне тренер Игорь Ружников. Цель турнира – выявление сильнейших боксеров и популяризация этого вида спорта. Хорошо выступил. Два боя для победы. Все, что смог, сделал.